Качество асфальта, которое не устраивает практически никого. На части улицы Грибоедовой площади Свободы закончился ремонт теплотрассы. Здесь уже положили асфальт. Вот только дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Асфальт не положили, это так наложили, можно сказать. На данный момент, естественно, отвратительно, но читал в новостях, что это только предварительная работа. А дальше дороги хорошо сейчас делают. Очень хорошо. Я надеюсь, все будет замечательно. Ремонт теплотрассы обещали закончить еще 11 июня, однако сроки постоянно переносили. И, быть может, из-за спешки асфальты положили таким слоем, предполагают местные жители. В прошлом году, параллельно с принятым решением о капитальном ремонте тепловых сетей, было принято решение администрации города Рязани о полной замене асфальтового покрытия на улице Грибоедова. Поэтому мы, в общем-то, спешим с тем, чтобы теплотрассу побыстрее отремонтировать, после чего будет ремонтироваться дорожным платным на всем протяжении. Если обратите внимание, то часть асфальтового покрытия восстановлена с небольшим углублением. Значит, почему так сделано сотрудникам нашего предприятия? После нас заходит организация на эту дорогу для выполнения капитального ремонта дороги. Будет производиться фрезерование как раз на ту отметку, на которую мы уложили асфальт. После фрезерования дорожного платна будет уложен чернорослой выравнивающий и финиш на покрытие. Работы по капитальному ремонту внесли значительные коррективы в жизнь как рязанских автомобилистов, так и пешеходов. Вот только есть еще один слой проблем – археологический. Такие серьезные работы могут повредить культурный слой, говорят историки. Тот, по которому можно видеть историю города. В 2002 году уже проводился ремонт теплотрассы. И тогда было сделано множество исторических открытий. На территории перекрестка улицы Скоморошинской Грибоедова, а также, видимо, площади 26 ботинских комиссаров современной, располагался один из городских торговых площадей – городской торг. Уже в 2006 году мы наблюдали ту же самую траншею. Аккуратно в ее стенках были видны те предметы, которые там продавали. То есть, видимо, горшечные ряды, огромное количество керамической посуды, украшенные разнообразным орнаментом. Об истории города сохранилось не так много упоминаний в текстах, поэтому рассказывать о Рязани можно только при нахождении таких материальных источников. Благодаря этому по-настоящему можно провести реконструкцию населения, кто где жил и какие постройки где располагались. Реконструкция, скажем, торгово-ремесленного населения, которое жило на этой и прилегающей территории, опять же, социального состава, возможно, вот благодаря этим локальным работам, которые проводятся, скажем, городскими службами, планово, в рамках ремонта существующих сетей, в рамках прокладки новых сетей. Все это позволяет археологам, не приостанавливая работы, делать очень интересные яркие открытия. В 2002 году при ремонте теплотрассы законодательство было соблюдено, говорит Василий Конов. Нарушений не было, и работы выполнялись привлечением археологов. В 2019 году работы проводятся в старых границах, поэтому культурный слой также не поврежден. Остается надеяться, что если культурный слой под землей удалось сохранить, то и снаружи ситуация будет не хуже. Асфальт все-таки появится. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.